Здравствуйте! К нам обратился клиент, у которого возникла проблема при попадании молнии в его дом. И у него погорела вся техника. Дом под молниезащиту двухэтажный с островерхой крышей. До этого заземления под газовый котел мы уже сделали. Заказали проект по молниезащите инженеру. Они нам подготовили вот такой вот проект. И под этот проект будем делать молниезащиту с независимым заземлением. Вот такой вот у нас объект для монтажа заземления. Вернее молниезащиту. Молниезащиту будем к этому кипить. Изучив обстановку на месте, мы решили, что молниепрюбник будем крепить не к той трубе, которую планировали изначально, а к другой. Обе трубы, они равноудалены от центра, но у той трубы, на которой мы планировали изначально, находится телевизионная антенна. И нужно было решать или переносом этой антенны, или креплением молниеприемника в другом месте. Соответственно, мы выбрали второй вариант. Мы подготовили отверстие для установки держателя молниеприемника. Держатель мы собрали на земле, вставили в отверстие анкерные болты и подняли наверх уже в собранном виде. Анкерные болты загоняются сначала с помощью молотка до предела, потом будут подкручиваться к гаечным ключу. Мачту мы собираем на земле. Она поставляется в сложенном виде, где одна секция находится внутри другой. Для этого мы вытаскиваем одну секцию из другой, переворачиваем ее и соединяем два поперечных отверстия, в которые вставляем болты, для того, чтобы мачта не болталась. Молниеприемник выполним из нержавеющей трубы с накрученной на самый конец, с цельным острым наконечником. По середине существует два поперечных отверстия для крепежа болтами, для того, чтобы молниеприемник не болтался на ветру. Крепится молниеприемник в специальные хомуты на лапках, крепится в двух местах и затягивается болтовым соединением. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... после того как мы установили молнии приемник в держателе мы на нижнюю часть молнии приемника одеваем специальный хомут который потом заведем токоотводы с двух сторон далее мы крепим токоотводы по крыше делаем опуски с двух сторон и в данном случае будем использовать водостоки для того чтобы прикрепить к ним токоотводы и довести до земли и затем подключить к заземляющей полосе и непосредственно к самому заземлению и 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 Далее тока отводы мы спускаем по водостоку, крепим их специальными хомутами, которые последствиями мы покрасили специальной черной краской, чтобы они не выделялись на фоне водостоков. Так как у клиента была уложена уже плитка, нам пришлось скрыть плитку для того, чтобы довести полосу непосредственно до фасада. И там мы уже соединили полосу с токоотводами. Далее полоса у нас пошла до первого штыря заземления. Далее крепится полоса к штырю с помощью специального универсального зажима и, как мы видим на видео, уже обработана гидроизоляционной лентой. Тут мы видим третий штырь подготовленный при соединении вот этой полосой. И дальше у нас траншея пошла непосредственно к другой части здания, по которому будет спускаться второй токоотвод. После монтажа заземления мы начали уже закапывать полосу и само заземление. Вот так вот у нас полоса будет подходить непосредственно ко второй части здания. А пока мы решили сделать предварительный замер сопротивления заземления. Напомню, что по проекту нам нужно, чтобы у нас было не более 10 Ом. Мы видим, что замер показал нам 8 Ом, что вполне соответствует проектной документации. Продолжение следует...